Так, вторая часть, прервали нас. Что же с этим делать, когда человек объявится? Во-первых, берегите себя, берегите возможности достижения, те, которые вы уже сделали без него. Это очень важно, потому что из всего расклада я подразумеваю, что женщине, либо человеку, кто смотрел, загадывал этот вопрос, было очень трудно. Очень трудно расстаться, очень трудно встать на ноги, очень трудно меньше думать об этом человеке. Да, окунитесь в семью, давайте любовь своей семье, не обращайте на него абсолютно внимания. Вам тут так и говорится, прекратите его ждать и прекратите его принимать. Ни в коем случае, когда человек объявится, не давать никаких эмоций ему абсолютно. Обратите внимание на работу, может быть, куда-то вы ходите, какое-то хобби у вас, еще что-то, чем-то занимаетесь. Обратите внимание на людей, друзей, на своих близких. Ну и пару карт совета последних. Да, девочки, всегда все взвешивайте. Когда увидите этого человека, вы сразу же поймете, что к чему и почему. Взвесьте то состояние, когда вы были с ним, и то состояние, которое сейчас у вас. Сделайте правильный выбор. От этого будет зависеть, да, ну, к чему вы придете. Либо быть опять разряжены с ним. Потому что человек может просто высосать и все, да, вот, человек вор. Человек, который залетный. Человек, который хочет, вот, кстати, и сам мужчина. Человек, который хочет отношений гостевых. То есть я захотел, пришел, захотел, ушел, понимаете. И вы должны ждать. То есть, девочки, ну, сразу же включаем мозг. А вообще лучше, да, включаем свою интуицию.